И вот сейчас перед вами некий компас, спасибо Всеволоду Зеленину, за такой подарок, который состоит фактически из четырех шагов стратегии достижения результата любого человека. Сначала человеку, ну вам, что-то хочется, потом вы принимаете решение, потом вы что-то делаете и, собственно, даете сами себе обратное зрение. Получилось и получилось. Вот, и сейчас я попрошу вас, да, ответить всего на два вопроса. Вот, кстати, компас, который позволит вам ориентироваться, вот в каком моменте ситуации у вас происходит такой легкий косячок. Подумайте о своей ситуации, подумайте о том, о той цели, о том желании, что вы себе поставили после того, как посмотрели на игру, и ответьте на первый вопрос. А чего вам сейчас больше хочется в связи с этим, в этом контексте? Стабильности или изменения? Это две противоположные части весов, да, но ответ должен быть один. Ну и напишите его в чар. Стабильность или изменения сейчас вам нужнее, важнее желанию? Не старайтесь не анализировать это дело, да, а просто вот в контексте того, что вы сейчас, какое желание вы заимели, после глядя на круг. Абсолютно хорошие ответы, каждая однозначно изменимая. Не просто изменимая. Ну, это, конечно, убедительнее намного. Да, это убедительнее. Можно по большим вопросам. В смысле, не дай бог, стабильность, то что? Да. Вот. И второй вопрос. А чего вот вам не хватает, чтобы в эту стабильность, либо в эти изменения пойти? Какой-то ясности или именно энергии, энергии действий? То есть, смотрите, чтобы в это пойти, потому что вы пока только хотите, да, и того, и того не может быть. Ну, давайте так, мы сейчас, мы понимаем, что вы уже наученные, умные ребята, и можете сказать, что и то, и то одновременно, а то еще и не того, не того. Сейчас надо вот реально выбрать, чего перевешивать, Натяша. Вот понимание, куда, в общем-то, эти изменения, либо стабильность вас заведут, да, вот ясность того, куда. Либо вот именно чисто человеческой энергетики, знаете. Делание. Энергетики делания. То есть, просто если у вас не хватает энергетики, это, говорит, ну, подразумевает, что вы понимаете, куда вам идти. Ну, вот Димарик очень-очень ответил на вопрос, ясности, либо энергии, ему не хватает, да, сейчас. Словом, опыта, ну, вот просто в точку человек бьет. Вам мальчика или девочку? А кого еще? Самолет. Кого вы любите, мальчиков или девочек? Самолет. Прикольно. Помидоры или огурцы будут. И, соответственно, да, вот вы ответили, там, теперь выберите два ответа. То есть, например, что человек, сейчас мы расскажем про каждый, да. А выберите, какой из четырех секторов ваш. Да. То есть, если вы сказали, стабильности и ясности вам не хватает, да, вот принимаю решение. Если там изменение энергии, то вот это сам, сектор делаю. Если стабильность, то энергии, то самое, там, желание. Понятно, да? Да. И сейчас мы просто вкратце расскажем, вот, как, ну, для чего это выясняется, да, и как с этим работает. Дальше мы сейчас продолжим. Просто вы понимали, куда мы гоним. Вот. Когда вы выбрали вот тот сектор, который вот... А, может, не все поняли, я вижу. Смотрите, слева энергия, справа ясность, черными буквами написано. Сверху стабильность, снизу изменения. Соответственно, вы из своих двух ответов, совмещая их, получаете один из четырех цветных секторов сейчас. Напишите его сейчас. Либо хочу, либо решение, либо делаю, либо ОС. Ну, вот Игорь, например, написал стабильность и энергия, значит, что у него хочу, там, в желание, так сказать. И вот, если, опять же таки, пока вы пишете, вспомнить, да, базовую стратегию, она буквой З здесь будет, взор идти, да, хочу, принимаю решение, делаю, получаю обратную связь, да, вот, на данный момент жизни, вот, в этом контексте, я подчеркну, да, не вообще везде, а вот в конкретном контексте, про который вы сейчас говорите, да, вот, и вот, на данный этап жизни, вот, у вас вот здесь, как, ну, какие-то нюансы, да, вот, что-то там с настройками не совсем так. Вот, и мы к этому квадратику вернемся, потому, что, по сути, да, вот, все, что мы дальше будем говорить, это вот, как-то очень сходно вот с этим квадратом. Итак, какие базовые затыки бывают, вот, в плане каких-то достижений цели? Первое, когда человек говорит, я ничего не хочу. Другой человек говорит, я знаю, что хочу, но по каким-то причинам я еще не там. И третий человек скажет, я не знаю, что хочу. Обратите внимание, что в двух из трех терминологий, скажем так, да, не хочу, что диагноз говорит, боже упасимый, неврочий, присутствует слово хочу, и всего лишь одно мне хочу. Поэтому, ребят, ну, будем честны, вот, люди, которые ничего не хотят, ну, вот, это вариант депрессии, там, клинической депрессии, я не знаю, да, вот, это вот повод обратиться к терапевту. Я сейчас вообще не шучу, да, опять же, не в психушку меня положить, вот, а обратиться к терапевту, психотерапевту, который действительно поможет вам понять, что у вас там такого происходит, что у вас вдруг кончились желания. И не надо путать, пожалуйста, с жалением себя и серии, ой, я что-то ничего не хочу, ой, я что-то вообще ничего не хочу, это вот одно, да, когда вы действительно вот так вот негативно ничего не хотите, да, хотя, опять же, вряд ли здесь такие люди, в общем-то, у нас есть, в основном, более позитивные. Вот, вот, первая задача к терапевту. Заметьте, мы сейчас не говорим про ситуацию, если человек говорит, ой, я так заработался, что вот уже вот ничего не хочу, на самом деле он хочет отдых, например, да, то есть человек может это не называть слух, но там понятно. Речь идет о том, когда правда, вообще вот ничего не хочу, помните, как, о чем говорят мужчины, было, а когда не хочешь, хотите, это пиздец. Да, вот, то есть, с одной стороны, нам хочется обратить внимание на вас, да, с другой стороны, там, не испугать, боже упаси, что там все улыбок послали, ой, я ничего не хочу, пора к терапевту. Нет, еще не пора. Вот, ну и два затыка, с которыми мы встречаемся по роду деятельности, практически постоянно, это я знаю, что хочу, но чего-то как-то, все еще не могу сподобиться. Стоило бы даже написать, знаю, что хочу, запятая, но. Да, знаю, что хочу, но. И второй вариант, это не знаю, что хочу. То есть, что-то хочу, но то ли... Ну, я же, мне же не к психотерапевту, поэтому я что-то хочу. Точно хочу, я знаю. Точно хочу. А вы что хочу, не знаю. Каждое утро просыпаюсь тем, что хочу. А потом раз, не знаю. И каждый вечер не понимаю, что же я хотел. Вот, как-то так. Вот, и следующий пункт, да, вот, опять же-таки, я все-таки, как-то, не своевременно ХСР почему-то вышел, так сказать. Всегда своевременно лет. Сейчас мы вернемся, со слайдами путаницы, но мы потом к ним вернемся, к ХСРу, и к будущему мы тоже вернемся, как-то, как-то, не странно бы звучало. К машине на дороге тоже. Да, и к машине на дороге, кстати, тоже. Итак, не знаю, что хочу. То есть, диагноз запутался, забыл, как хотеть, противоречивые желания. Это вот все в одном. Да, вот приходит такой человек, говорит, знаете, вот, что-то хочу, да, но вот либо всего одновременно, да, и действительно начинаю путать. То ли мне женщин хочется, то ли мне там детей нарожать, то ли работать, то ли отдыхать, то ли всех убить, то ли всех, наоборот, родить. Вот, как-то вот так вот запутался. Разболталась, хотелка. Да. Либо, да, вот тоже такой вариант, когда человек забыл, как хотеть. То есть, вот что-то такое есть. Хочу, мне что-то можно, да. Да. Вот все-все везде должен, все-все везде надо, да. Бля, ну а ты хочешь или надо, да? Что такое хочу? Разве хочу, это не сам то, что надо. Вот. И вот здесь, как раз-таки, вот это первая, ну, первая задача, да, вот люди, если вы нашли себя, как, разве можно так? Да можно, да, да. Николай, за этот вопрос, разве можно так? То ли женщины секса, то ли одно и по любви, да. Вот у Алексея дилемма, да. Ну, вот примерно так, да, мы об этом сейчас. То ли вообще бизнес открыть. Вот так вот. То ли много женщин и секса, то ли одно и по любви, то ли бизнес открыть. Понравится? Вот человек не может определиться. И здесь, Иван, что-то поможет? Здесь, конечно, да. К счастью... Ну, куда-то, как вмешательство профессионалов. А, ты что? Да, к счастью, ситуация не безнадежна. Да. Ну, то есть, если хотелка атрофировалась, ну, заснула, и человек забыл, как вообще что-то в жизни хотеть, вроде все делает, должен, и часто пользуется словом «надо, надо, надо». Ну, бывает в жизни, надо часто. Но если это единственное слово, которым человек пользуется, и, глядя в зеркало, видит усталое лицо с сожатыми скулами, которое явно выполняет, несет свой долг. Я как сейчас смотрю в свое зеркало, прям на любуюсь. О, такие прям скулы. Какой зеркало? Как хотелка разбуженная. Что-то хотелка разбудила. Если она спит, то тут, конечно, стоит заняться этим. Понять, на что вы сейчас подписались в жизни, кому какие обязательства, и, собственно говоря, себе, какие обязательства, как человеку, которого вы любите, и с которым вы всю жизнь единственный человек, с которым вы проживете каждый день этой жизни, вспомнить, что вы имеете право на себя, на свою жизнь. То есть, поисследуйте ту игру, в которую вы сейчас играете вообще, и ваша ли это игра, и не засиделись ли в этой игре. Я, конечно, все понимаю, там, какого-то семьи, там, может быть, работа, да, которую надо выполнять, но, опять же-таки, вопрос, чья это игра, кто вообще правила задает. Вот этой вообще оценки уже хватает для того, чтобы человек начался какие-то правильные выводы из этого дела. Да, несомненно, в этой работе мы используем техники подобной эмоциональной свободе, да, работая с прошлым, потому что, ну, там реально надо сейчас немножко развязать узелочек, да, вот, но, что вот здесь является центральным усилием, да, это оценка той игры, в которую вы играете. Вот у вас этот круг, есть мандала, да, вот поанализировать его, куда вообще вот ваше время уходит, куда ваши силы уходят в жизни. Еще одно из простых вещей, которые я рекомендую в таких случаях сделать, это взять цветные карандаши, взять А4 или побольше листок и начать рисовать майндмэп, такую картинку всего того, что вы когда-либо в жизни хотели, чем вы зажигались, к чему вы испытывали увлечение и просто начать вспоминать в любом порядке, не обязательно хронологическом, что придет. Зарисовывая не только слова, но чтобы были какие-то символы, я вас уверяю, как только уже там треть заполнена листа, еще даже не половина, человек начинает кое-что складываться, просыпаться там внутри на тему того, где у него хотелка живет и как она вообще оживает, пробуждается. А уж когда весь заполнен, не всегда, даже за один раз, иногда там через недельку, все это приходит, глаза обычно уже как-то подзагораются, вспоминает, как это. То есть у кого сейчас, кто себя узнал, вот под фразой забыл как хотите, рекомендую, как минимум для начала, может и хватить. Что, если человек запутался, что мы здесь посоветуем? Когда, напомню, а в чем мы имели в виду разницу, противоречивые желания? Одно и то же. Нет, запутался противоречивые, это одно и то же, это самое для красоты. Владимир, ну послушай запись, ну и богу. Иван очень четко рассказал, что делать, ну в записи послушаешь, у нас просто время, мы не можем... Противоречивые желания. Пример, я уже, по-моему, как-то на одном касте рассказывал историю, был у меня участник в группе, который 10 лет в продажах, опыт, зарплата, семья, три ребенка, все дела, как, что называется, ну не забыл, как хотеть. Хочет, хотелка живая, хочет творчества, самореализации, какое-то проявление. И, ну, хочет, ну, песни пишет даже, вот, то есть, играть хочет где-то там на сцене. Нормальные такие желания, творческие, живые. Только лет ему 35, трое детей, работа, и была у него дилемма. С одной стороны, хочу реализовываться, творчество и так далее. С другой стороны, хочу все-таки, ну, семья и важно там, финансы тоже вообще, значит, круто. Вот, если я сейчас уйду с работы, то я потеряю стабильность финансов. А если я сейчас останусь на работе, я же соскучу под окном и себя придам. И была дилемма или-или. Но тут, конечно, пришлось немножко поработать, не за один раз. То есть, там и интеграция субличности была, и выявление намерений, и новый код. Вот, в итоге... Помните игру нового кода, мы с вами играли. Через несколько месяцев получаю от него письмо. Был целый ряд изменений, но первое письмо было такое, что он записал пару песен на студии, где мы сделали аранжировку, сыграл в сериале на НТВ, начал учиться в актерской школе, при этом вот это его разбуженное творческие, актерские, как бы, таланты, ресурсы, он использовал в работе. То есть, так сложилось творчески, что он нашел новый интерес в этом, и стал руководителем на новой должности, там, со значительно большей зарплатой в иностранной компании, руководитель сектора по продажам, и своих продажников начал обучать не по стандартам и шаблонам, а творчески, то есть, делать им вдохновляющие речи, образно там все очень, своим примером показывать, то есть, и там начал проявлять вот эти свои амбиции, если хотите, творчески. Синтегрировал и то, и другое. То есть, вопрос то, что... Это можно. ...освещаем, да, запознать противоречивые желания, это значит, что нужно обязательно выбирать сейчас. Одно посылать нафиг, другое там оставлять. Да, ну, вот у меня как схлопнули, да, ну, конечно, это мои там глюки личные, да, вот, обучение кого-то и отдых, схлопнулся на воспитание ребенка, например. Пока нету, но родители, я же думаю, вот, рано или поздно. Вот, у кого-то может, опять же, противоречивая же вещь, казалось бы, да, работа и вообще, а у вас, как, все то же самое, да, вот эти разные направления жизни, могут просто схлопываться, реализовывать. Опять же, два простых вопроса, которые я задам тем из вас, кто себя узнал под пунктом противоречивые желания. Первое, что стоит за каждым из этих желаний, вот там было, хочу, мол, то ли много женщин секса, то ли одной любви. Это реализация, это конкретно, что стоит за намерения, за ценности, за каждым из этих. Второй вопрос, поищите, откройтесь, не пытайтесь за одну минуту найти, просто откройтесь примером в жизни, как это можно синтегрировать, если хоть один человек в мире, у которого это получилось, либо по очереди, то есть вначале сделать одно через там месяц или год или сколько-то другое, либо даже одновременно совместить. Как правило, рано или поздно находится такое. Да. Понятно, что коучинг ускоряет. Продолжаем, да. Оп. Это мы рано. Еще это у нас финальная техника. Молода. Не знаю, что хочу. Вот. И теперь к ребятам, которые знают, что хотят. Да. Значит, есть категория граждан, в том числе и у нас, да, которые вот подпадают под одну из четырех категорий. Первая, это я знаю, что хочу, да, но не знаю, как. Вторая категория, это, в общем-то, и знаю, что, и знаю, как, но, сука, не верю. Ну, ладно бы, там, у него, да, но чтобы я, да, да, хорош, никогда, да, это вот. Вот. Следующая категория граждан, которые сомневаются, его лицей. Вот. И третье, это вот то, что мы называем самосаботаж. Да, Игорь может совпадать. Но это, опять-таки, мы с вами возвращаемся, вот, к тому классу, это помнишь, да, где, к стратегии. Хочу, принимаю, делаю, и, соответственно, получаю сам обратную связь. Первое, из них, не знаю, как. Вопрос на логинедействие, да, так сказать, здесь, ну, выходов здесь, в общем-то, может быть, нет. Вот. Первый, либо люди не знают, там, с чего начать, либо не знают, там, что будет в середине, и так далее, и так далее. Но, первый вариант, напрашивается сам, по той классификации, значит, что мы давали в самом начале, что первый консультант. То есть, есть люди, которые знают четкие стратегии достижения ваших целей. Если вы реально понимаете, что, да, вы это хотите, да, у вас есть желание, у вас есть принятие, да, и вы точно знаете, что вы в конце будете молодцом, да, тут у людей, у которых в большей степени проявляется, кто голосовал за, за, если это сам, и изменение, и энергию, да, вот у них вот больше туда. То есть, именно порядок есть. Другой вариант, это просто вычисление вашей успешной стратегии, так сказать, она у вас одна, подсознательная, именно в страве, но это такой уже немножко профессиональный уровень, встраивание этой стратегии в вашу жизнь. Когда просто у вас само это выруливается. То есть, ну, не знаю как, да, это, наверное, одна из самых, ну, таких простых проблем, но в конце концов, есть тренинги, где, в общем-то, вам дают и навыки, и стратегии. То есть, тренинг навыков, ну, опять же-таки, что уж говорить, да, лингвистика, база, там, дают пошаговые стратегии тех или иных, в общем-то, вещей. С финансами не знаю как, с девушками не верят, творчество маяли. Ну, бывает, да, то есть, в разном контексте, может быть, разные свои цели, да, но с финансами не знаю как, благо здесь есть профессионалы, по этому поводу, да, а вот по поводу не верю. Ну, вот, совет пробу и роман очень хорошие, но, видимо, что Игорь, раз ходит по самым мотивациям и прочим, да, но, вероятно, уже пробовал. Вот здесь вот, знаете, вот вопрос, давайте мы не будем так вот, с одной стороны, не будем усложнять, да, с другой стороны, все-таки доверять людям, что они не полный долбоеба, да, здесь таких просто нет, да, что Игорь все-таки пробовал, да, и все-таки это остается, и вам. Ну, то есть, не верю, вы можете ответить, конечно, как Дон Хуан ответил Кастаниде, что безопречный войн, это тот, кто не верит, но действует так, как будто бы верит. Но я думаю, что здесь реально вопрос-то в том, что вот пробую, это больше не знаю как, ну, набери опыта, иногда через даже шишки, иногда лучше, конечно, через чужие, вот, и научись. А если не верят, тут обычно, это связано с тем, что у нас есть такие мнения о себе, или о мире, убеждения, что это типа я не достоин, или это не получится, вот, и тут немножко другого плана, уже не навыковое бывает дело. То есть здесь вот как раз то, что стоит поискать в своих убеждениях, в убеждениях своей семьи, к примеру, бывает так, что, ну, там, я сам неоднократно слышал, до сих пор эти внушения остаются, серии, что деньги зло, деньги, это там, печалька, за них придется страдать, там, деньги приходят, уходят, ничего не остается, и все это вкапывается в мозги, да, и люди потом с этим живут, но он и низик это показывает, когда люди идут в поля, там, продавать, там, какие-то штуки, да, и при этом начинают считать себя, что-то и попрошайками, и какими-то там паривальщиками, и кем угодно, хотя, в общем-то, продаются-то эмоции, что в магазинах, что в автосалонах, что где угодно, как раз таки, вот это говорит об убеждениях людей, да, в каком мире они живут, вот, опять же таки, да, палка электричества здесь, конечно, штука хорошая, да, так сказать, но здесь уже лучше слушать, если вы самостоятельно выбираете путь, ну, послушать людей, ребят, которые в этом варятся, которые это умеют, то есть, именно помоделировать их убеждения. Полностью согласен, простейший совет поведенческий, если не верите, находите человека, который это делает и верит, ну, например, я не верю, что могу зарабатывать там, или он, находите чувака, который зарабатывает, и при этом вам нравится, ну, то есть, вам в целом, как человек, он положится, у него, вы можете чувствовать, что вы можете научиться у него, как, не только навыкам, но как у личности, и начинаете так или иначе, с ним общаться, дружить, устраиваться к нему на работу, как угодно, и моделирование начнется. Он будет моделировать, прежде всего, убеждение, да, то, что помогает человеку, так или иначе, достигать. Следующее, моя ли цель, блин, многие спрашивают, моя ли цель? Твоя ли цель. Моя ли цель? очень легко, очень легко же проверить. Ты, конечно, крайне легко. Выкладывал несколько минут у всего видеоролика. У меня, кстати, есть на моем этом, вот, на моем, на моем ВКонтакте. Там, посмотрите видео, да, ну, банальная техника, просто банальнейшая, после каста можете сделать, встаете, и перед собой представляете себя же, только достигшего этой цели. себя из будущего, который уже все это реализовал. Причем там со всеми наворотами, то есть, там, если там машина, человек сидящий в машине, там, а потом делаете шаг, и, как вы их строили, прям, со своим живым воображением, туда запрыгиваете. И вот, прям, представляете четко, вот, по вакуу, вижу, слышу, чувствую. Что вам говорят, что вы видите вокруг, как вы себя чувствуете, проверяете, по... То есть, смотрите, момент, помните, мы говорили, что рамка цели на самом деле не картинка, не фотография, да, а некий видеоролик небольшой. Вы этот ролик переживаете изнутри. Вот, и вот здесь, как я вам уже тыкал себе в грудь, я сюда же потыкаю, да, вот ваши ощущения, в связи с этим. Димас, ну, найдешь, а вообще, я только что технику сказал, она из двух шагов состоит, чем тебе видео посмотреть. Еще раз. Легче за это время сделать. Вы же, проще, сделал бы 40 раз. Вот, встаете, представляете, через шаг от себя, себя в будущем, который этой цели уже достиг, со всеми атрибутами достижения цели. Потом, делаете шаг, и впрыгиваете. Вот. И проживаете там, ну, 30 секунд, минуту, сколько вам там надо. Кому сложно, вот, прям, удерживать воображение, но рисуйте, запишите рассказик, так, чтобы это было живо, чтобы это было с детальками, и туда, прям, вы главный герой теперь. И калибруйте внутри, просто, если это ложится, как хорошее слово, да, ну, точно. нужна внутренняя, как бы, честность, искренность, вы честно предчувствуетесь, не пытаетесь себя убедить, что это круто, а предчувствуетесь, вас, вас нравится, по вам это, или что-то где-то есть, вот, не туда. фигня какая-то, если фигня, то, соответственно, подумайте, ваше лицо действительно, или она, такие, простые технологии, мы вам даем, да. Это базовый уровень, да, это базовый уровень, это не то, что вам решают все проблемы, да, но, по крайней мере, этим тоже можно пользоваться, и вот, самосаботаж, интересуетесь, самосаботаж, отличная, вообще вопрос, отличная тема, это вообще как самосаботаж, это когда, значит, я решил, что я вот это хочу, значит, вижу, а у вас бывает такое? Вот член встал, не, не, не хочу, не хочу. Я тут вчера был на выступлении замечательного человека, Алексея Каптилева, по презентациям, и это тот человек, который сказал, процитировал известную правду, не бывает лени, бывает недостаток мотивации, вот, и недостаток мотивации, есть реальный способ, об исправлении, а бывает временная заплатка, в которой иногда работает очень хорошо, временная заплатка, это вы башляете, чтобы вас пинали, и для многих из людей на какой-то период жизни это хорошая стратегия, честно, я знаю фрилансеров, которые поняли, что не могут сами фрилансить, слишком не самодисциплинированные, и вернулись в какого-то рода организацию, где какой-то босс их так или иначе контролировал, и они должны были сдавать отчеты, они понимали, что им это сейчас на благо, они учатся, другой вопрос, заняться вопросом, а на хуа вам это, зачем, вот, если нет на него ответа, то самосаботаж не удивителен, а потому что, скорее всего, тогда есть вопрос, или не знаю, что хочу, или моя лицель, и мы здесь вспоминаем сам курс о мотивации, где мы с вами учились, создавать смыслы, говоря о том, что по умолчанию не существует, да, и чужие смыслы, в общем-то, не всегда мотивируют, когда люди задают себе вопрос, ради чего я это делаю, что я от этого идеи, что я буду больше, чтобы туда дальше иметь, и, соответственно, приходят к этой светлой мысли, и, наверное, вот сейчас мы об этом поговорим, да, и вот уже пропустив через те фильтры, которые мы с вами сейчас говорили, да, хотел бы просто в клинике добавить одну фразу, что самосаботаж, у него бывает несколько разных причин, и, ну, полезно понимать самосаботаж, потому что цель не ваша, и надо ее как бы поменять, либо цель-то ваша, ну, например, не верю, и поэтому, как бы, не верю, поэтому даже не начинаю, потому что, но все равно думаю, что облажаю, да, либо самосаботаж, это какое-то неучтенное важное желание, ну, например, у человека совесть говорит, что-то это, по-моему, будет не очень хорошо для некоторых людей. И он говорит, да ладно, я же, ты что? А что-то внутри говорит, нет, вот ты не учел кое-что важное, прислушайся. Тогда нужно прислушаться, честно себе признаться, потому что есть еще кое-что для вас. Окей. И опять пропустив, через эти фильтры, сейчас расскажем, что же вы это стало. Еще раз посмотрите на свое желание, на свою цель, может переформулировать ее как-нибудь. И мы приходим, в общем-то, к идее хорошо сформулированного результата. ХСР. Хорошо сформулирован результат. Да. Кстати, да. Вот. Просто на скайпе высветилось, вошел в сеть. Наши общезнакомые, да? Ну, как-то, когда я говорил про ХСР, вот это интересно, кстати. Вот. Хорошо сформулировали результат. И, если вы помните, там есть базовые пункты, да? Во-первых, это настоящее время. Поскольку для вашего бессознательного, вся ваша жизнь это аквариум, где плавают рыбки. Неважно, из будущего, а не из прошлого, или там текущие, да? Вот он аквариум, и в Африке аквариум. Это позитивная формулировка, то есть, как только вы начинаете использовать всяческие частицы типа «не», то есть, не хочу быть там богатым, не хочу быть там бедным, не хочу быть там больным и так далее, это не совсем верно, потому что, ну, давайте, все-таки, ну, вы сильные люди, да? Ну, как понимаю, да? Давайте признаваться себе, что если у меня нет девушки, да, это означает, что вы одиноки. Позитивные вещи, позитивные, значит, утверждающие. По крайней мере, когда человек уже признает себе, да, что он одинок, ну, с ним надо уже с одиночеством делать что-то, да? А не с тем, что у меня нет девушки, у меня нет девушки, это непонятно, что она там, умерла, там, она там в космос улетела, ушла в магазин и сейчас вернется. Вот, если вы говорите, что там у меня нет денег, ну, давайте признаем, что вы там бедны, там, да? И опять-таки, с бедностью понятно, что делать, да? По крайней мере, можно в этом разобраться. То есть, человек сам прячет себя вот в этих вот негативных формулировках, да? Я не улыбаюсь, блин, а что с вами происходит? Задайте себе вопрос, смотрите, в конце концов, в зеркало. На этого не улыбающего человека, и что там будет? Вот в позитивной формулировке, в четкой, невозможно, вы увидите в этом отражении то, чем надо работать. Ну, и тот самый ВАК, про который мы, в общем-то, говорили. И теперь посмотрите на свое желание. Вот здесь можно уже прикрыть свои глазенки. Давайте мы сделаем маленькую технику ХСР. Просто напомните себе контекст. Прямой позвоночник, состояние центрированное. Вы теперь ребята грамотные, девчата. И представьте, что вы сидите в кинотеатре. Причем не просто в кинотеатре, а в Аймаксе. Кто не знает, что такое Аймакс, это просто 5D, большой экран, такой огромнейший. И вы прямо вот перед ней. Вот. И тут появляется некое изображение. Там включается экран вокруг вас. Есть вы посередине этой ситуации, посередине вашей цели. Можете посмотреть на себя. Во что вы одеты? Какая у вас прическа? Ну, может, как вы ее видите. Вокруг вас какие-то декорации. Прямо, скажите, позвольте этому всплывать откуда-то. Знаете, как кино. Вы же не знаете, вы же удивляетесь. Вы же можете поудивляться. Какие-то люди в какое-то окружение. Что-то происходит, что-то они делают между собой, с вами. Ну, знаете, запускается такой фильм. И это то, что приходит, когда вы чувствуете удовлетворение. Что вы реализовали то, что действительно хотели. И сейчас можно подключить к этому звук. И не стесняйтесь. Как говорится, упомянутый в «Алексей Каптуре». Включите «Долбий Сурранд». Там такой весь, да. Сурранд. С низкими, с высокими, со средними частотами. И сделайте погромче. Это же ваша жизнь. Это ваша цель. Где-то там на фоне. Пускай погромче прям это звучит. Этот звук, это изображение трехмерное. Все внутренние голоса, которые были умокли. И появляются голоса из этого вот сбывшегося вашего будущего. И, соответственно, те ощущения, которые рождают все это окружение. Все эти декорации, все это изменение. И побудьте в этом минутку. Я бы на вашем месте посмотрел по сторонам. Так изучил, что там происходит по-конкретнее. Пригляделся. Чтобы запомнить детали. Что вызывает у вас особое удовлетворение? Что вас привлекает? Что вас привлекает? Чего нового вы замечаете? То, чего не было в вашей повседневной жизни? Что имеет смысл, что радует? И смотрите, вот сейчас просто параллельно так. Ваша часть сознания просто уладывает, что все это, что все в слове происходит. Происходит с позитивной формулировки. Там нет отрицания. И в настоящем времени. Именно поэтому все это формулируется именно так. В окне нет другого времени, как настоящего, которое именно сейчас с вами происходит. Так вот пять деки, ножка сбывшегося, центрированного вашего желания. И вы теперь знаете, как наводить. Поэтому можно потихонечку выходить из этого образа. Возьмите с собой на память что-то самое такое цепляющее. Самое доброе воеваем. Возьмите на память. И выходите обратно. И кто выйдет, там может сделать несколько глубоких вдохов, кто выйдет. Оказалось, в пространстве своей комнаты. И напишите нам немножечко обратной связи. Мы просто уже, нам остался буквально один шаг и одна техника. И мы будем заканчивать. Техника будет про то, как теперь туда добираться. Вот первый вопрос, куда, собственно говоря. Знаете, как мореплаватель в порту, перед тем, как из порта отплыть, он все-таки подоставит карту еще раз, смотрит и... Вы напишите свое впечатление, свое, как вот, что написать. Что напишите? Чего так? Поговорите с нами. Поговорите с нами. Если в двух словах напишите, это что, нам не нужен целый рассказ, но... Что такое значимое для вас появилось, вы обнаружили то, чего вы хотите? Ваша достойная, в вас значимая, имеющая смысл цель. Не только внутренние переживания. Понятно, что какая бы ни была у вас цель, она вызывает эмоции, она вызывает позитивное состояние. Чего именно вызвало? Понятно, что все сейчас, да. В киноэстетику макнулись. Возвращайтесь сегодня, сохраните, конечно, здорово знать, что это киноэстетика там, в будущем. Приятно было. Что вызвало это приятное? Что именно в этом будущем вас настолько вызывает, вашу страсть, влечет вас? Что имеет смысл для вас там, конкретно? Народ хочет в киноэстетике побыть, пускай он, наверное, не побудет. Пока он... О, еще целых полминуты, но... А у нас же сейчас была задача не просто зайти и кайфануть. Бывает и так. И для этого есть простые техники, приятные воспоминания. Можно вспомнить, как вам было хорошо и почувствовать опять приятное чувство. Но задача-то в другом. Задача создать то будущее, которым еще не было в вашей жизни, которое вас так привлекает. Самое для вас нужное, желанное, подходящее. Что в нем есть такого, чего нет в сегодняшнем дне? Это дельта, да, это намерение. Да, и перед вами вот три вопроса, на которые мы хотели, чтобы вы отвечали каждый раз, когда вы цель себе ставите. Для чего мне это нужно? То есть, что выше этого? Понимаете? Такое мета-состояние. Ради чего? Да. Какие последствия будут, что вы будете испытывать, когда это получите? Вот. И главное, и тоже, ну, вопрос экологии. Чем могу поделиться с другими? Да. То есть, мы исходим из преспозиции, что хочешь быть счастливым, поделись счастьем другим, чтобы он мог дать. Тоже давать тебе счастье. Знаете, когда люди, ну, понятное дело, очень часто первым этапом формулировки целей, люди начинают говорить, что ты хочешь получить. Понятно, я часто спрашиваю у людей, у которых хотел бы еще не очень, а жила, а ты от жизни что хочешь? Что ты хочешь получить в результате? И да, это пробуждает. Я хочу получать тот и тот. Такой это достаток, такое это богатство, такое это там признание. А вопрос, который иногда совершенно выносит людей на новый уровень, ну, мотивации, чего ты действительно хочешь отдавать, чем ты хочешь делиться с этим миром. И вы знаете, получение, потребление может принести удовольствие и достаток. А вот если к этому добавляется отдавание, то это приносит чувство реализации и счастья. Так что, чем вы там в этом своем будущем делитесь с миром и с людьми? Что вы даете такого важного, чего у вас есть, чего нужно этому миру?